Я Павла Владимировна, работала учителем литературы русского языка, проживая в городе Ставрополь по улице Ленина, 287, квартира 56, около 40 лет. Со мной проживал мой отец, Лёвин Владимир Фёдорович, ветеран войны, офицер запаса, воевал на Втором Беларусском фронте, служил в Германии много лет, а затем в авиации до выхода в отставку. В этом году наша страна отмечала 70-летие победы. В Ставрополье юбилей отмечали очень широко и помпезно. И вот это, конечно, с одной стороны, очень радует, что так трогательно отнеслись к этому празднику, но с другой стороны, это выглядит как-то кощунственно на фоне тех событий, которые у нас происходят в нашем городе, особенно с участниками войны. В начале 90-х годов, где-то в 1994 году, тогдашний мэр города Ставрополь Михаил Владимирович Кудмин широко рекламировал свою добродетель. То есть то, что он ездил в Москву, выбил федеральные деньги целенаправленно на строительство дома для ветеранов войны первой и второй группы. Суммы были очень большими. Дом строили элитный, первые в городе улучшены планировки. И все с нетерпением ждали этого события. Ждали этого события и мы, наша семья. Потому что с нами жил мой отец, а вот к тому времени он уже был инвалидом первой группы. И мы в составе семьи стояли на этой льготной очереди для ветеранов. Но перед сдачей этого дома в эту очередь стали просачиваться совсем посторонние люди. В частности, в первых числах, под номером, по-моему, 2, в этой очереди появилась Зинченко Александра Михайловна и ее дочь Татьяна Черных, которые к участникам войны не имеют никакого отношения. Соседка по подъезду из нашего подъезда из квартиры 53. Когда дом готовился к сдаче, стали собирать документы. Нашей семье позвонили из Ленинской администрации города Ставрово и попросили сдать документы для выдачи ордера, что мы и сделали. Но ордер нам почему-то оттягивали и не давали. Посылали то в городскую администрацию, то в Совет ветеранов, который распределял этот дом и так далее. Совет ветеранов надо отдать должное. Петр Ахсентьевич Мирников сделал, так сказать, свое дело, выполнил долг. Он распределил нашей семье квартиру номер 52 по улице Пирогова, 64-3, в этом доме для ветеранов. Но почему-то мы попали в промышленный район, в списке ветеранов промышленного района. Хотя проживали на территории Ленинского района и стояли в очереди в Ленинском районе. Меня тогда это удивило. Затем, когда близился срок сдачи дома, нам стали предлагать написать расписки на то, что мы согласны сдать городу квартиры, в которой проживаем. Многим, не только нам. Но так как папе нужна была какая-то улучшенная жилплощадь, то я, конечно, согласилась на все компромиссы. И я написала расписку, что мы согласны сдать городу квартиру, в которой проживаем. Затем, постановлением 11.26 от февраля месяца 1998 года, одновременно квартиру по улице Ленина 287, которую я проживаю, зачисляют в резерв города, на баланс города. А квартиру по улице Пирогово 64-3, номер 52 распределяют нашей семье. Но с выдачей ордера опять не спешили. То нас посылали в авиаучилище, значит, якобы пусть они дадут теперь свое согласие, что не согласны сдать городу, хотя они к нам уже отношения никакого не имели. То еще какой-то предлог придумывали. В общем, под разными предлогами нам ордер не давали. И что самое интересное, вот в самый момент сдачи этого дома в городе появляется совершенно посторонний человек, Шашков Евгений Михайлович, 1952 года рождения, из города Камышино Волгоградской области. Его, значит, назначают на должность начальника военторга. Он живет в военторге, ночует в военторге. И когда я посетила городского прокурора Бесидина по этим вопросам, так как нам ордер не давали и так далее, то Бесидин приказал при мне, значит, чтобы Шашкова заселили в нашу квартиру. Вот, что было сделано. То есть скрыли дверь, заселили туда Шашкова, а нам предъявили, мне лично предъявили иск, а якобы мы пытались самостоятельно занять эту квартиру. И Шашков предъявил иск, чтобы мы выплатили ему стоимость испорченной двери. А вот, значит, меня всячески дискредитировали на тот момент, пытались возбудить подряд несколько уголовных дел, тем более в мой день рождения, как они все время это делают, обязательно в мой день рождения мне какой-нибудь вот такой вот коварный подарок преподносят. Затем, значит, Шашков Евгений Михайлович, некоторое время живет в пустующей квартире, вот, в краевом суде рассматривалось уголовное дело по огромным хищениям средств Министерства обороны, в том числе и золотовалютного запаса. Но судья все время говорила, что Евгений Михайлович Шашков на рассмотрение этого заявления в суд не является. Хотя он жил буквально и работал в нескольких метрах от суда. Затем это все прикрыли, и Шашков уезжает к себе опять назад в Камышин. Квартиру он пытался продать. Почему он не продал, я не знаю. Он ее поменял на город Электросталь Московской области, откуда в эту квартиру приехали супруги Глуховы. А сам ту квартиру в Электростале он продал и вернулся в свой родной город Камышин. Надо сказать, что на тот момент было очень много горя у ветеранов с распределением этого дома, потому что так же, как и нашу семью, их буквально просто вот кидали. Многие, получив даже ордера, приходили и натыкались на закрытые металлические двери, закрытые квартиры. То есть не могли попасть даже в распределенную им квартиру. Вот. Практически весь дом ушел посторонним людям. Людям. Как они туда попадали, остается только догадываться. Я слышала, что некоторым предлагали заплатить половину стоимости данной квартиры. Вот. Было несколько смертей. Люди от расстройства на крыльце этого дома умирали с ордерами в руках и так далее. А вот. То есть вот такая была криминальная история. Меня в этот момент, чтобы я не занималась этими вопросами и этим домом, просто душили уголовными делами. Полиция буквально ездила по пятам, какие-то публиковали дела. Забирали меня с уроков, с училища Олимпийского резерва, буквально с наручниками увозили куда-то там в Ленинский ОВД. Держали очень долго. Все время спрашивали, их больше всего интересовало, где могила моего отца. Хотя они давно сделали все запросы и прекрасно знали, где мой отец находился в то время. Он уже был похоронен, так как ему сделали укол. У него появился сепсис, септическое состояние, остро-сердечная недостаточность. И отца, конечно, в этот момент тоже не стало резать. Лариса, извините, пожалуйста. А что, отца убили в больнице у вас? Нет. Отца убили не в больнице. Здесь вообще очень поразительная была ситуация. Когда меня гоняли по кругу, вот городская администрация, бывший мэр Михаил Владимирович Кузьмин и Георгий Васильевич Черников, который заведовал жилищным отделом пригородской администрации, они говорили, то идите туда, пусть они дадут согласие, то сюда, то еще что-то придумывали. А в это время мне как-то мэрник Петр Аксентьевич сказал, говорит, что... А мы, так как мой папа военный, он всю жизнь прослужил, и он офицер запаса, то он относился к гарнизонной поликлинике, которая находится по соседству с моим домом. И Петр Аксентьевич сказал, что вот есть такой начальник гарнизонной поликлиники Пуровец, вот, вот, сходили бы вы к нему, он очень почему-то на вас сердит, хотя я с ним вообще была незнакома. И вдруг вот в это время, когда уже проводилась выдача ордеров, значит, или перед этим, нет, это было перед этим, вот, приходят, позвонили в нашу дверь две женщины в белых халатах. Это было в начале лета. Позвонили женщины и представились сотрудницами этой самой городской поликлиники, гарнизонной поликлиники, вернее. В руке одной из них был большой набранный шприц с прозрачной жидкостью, и на руке висел жгут. А на шприце иголка кверху, значит, на иголке торчала мокрая вата. Вот так они шли через весь квартал, значит, и сказали, что начальник гарнизонной поликлиники Пуровец предложил им сделать укол моему отцу. Когда я возмутилась и сказала, что я не дам делать никаких уколов, и если будет надо, я вызову скорую помощь, они меня буквально оттолкнули. Одна оттолкнула меня, а другая позвонила в соседнюю квартиру номер 58 и подняла шум, что мой отец при смерти, а я не даю ему сделать укол. А вот что они хотели ему сделать, я не знаю. Они сказали, что у него якобы давление, хотя давление ему никто не мерил. Когда одна из них шумела в подъезде, то вторая, пока я ее успокаивала, вторая, видимо, сделала отцу укол. Когда я зашла, значит, уже все было сделано. У меня, конечно, похолодело сердце, я поняла, что здесь что-то не так. И буквально в этот же день у отца поднялась очень высокая температура до 40 градусов. Я вызвала скорую, скоро сделала ему литическую смесь. Эти уколы помогали на некоторое время, потом у него вновь поднималась температура, потом поднималось давление, и так продолжалось довольно долго. В больнице его упорно отказывались ложить. Ссылались на аневризму брюшной аорты, якобы это у него аневризма дает такое состояние. Хотя сосудистый хирург сразу проверк это и сказал, что аневризма повышенной температуры не дает, и что она у него вполне спокойная. А в конце концов, через Петра Федоровича Долганина, знаменитого у нас в городе хирурга, который мне помог все-таки положить отца в хирургию 4-й городской больницы, врач Жаренко, хирург этой больницы, отказывался его геспитализировать. Когда я спросила, почему, хотя отца привезли уже в таком состоянии на носилках, он сказал, мне не нужна еще одна смерть в отделении. В 4-й городской больнице, в хирургическом отделении, мой отец пролежал 3 недели. Буквально все это время ему делали капельницы, какие-то антибиотики капали. Я постоянно настаивала на обследовании, но его никак не хотели обследовать. Я сама его забирала, делала ему УЗИ. У известного врача пыталась как-то, там рентген, и все пыталась ему помочь, хотя хирурги были спокойны и безучастны. И в конце концов, когда мы повели его на очередное обследование, на томографию компьютерную, с которой я самостоятельно договорилась, то он просто упал в коридоре и мгновенно умер. Но, как они констатировали, что была острая сердечная недостаточность. Как мне моя сестра-врач объяснила, что 3 недели капать антибиотики и не поддерживать сердце, это, конечно же, приведет к такому результату. Надо было ему сердечный препарат, и потом просто очень много жидкости в него ввели. В общем, я не знаю, кто тут виноват, какая тут причина. Конечно же, я думаю, что отец умер не своей смертью. Я неоднократно просила разобраться в этом, провести какое-то расследование. Но из 4-й горбольницы после этого изъяли историю болезни. Изъяли протоколы вскрытия, потому что хирурги нам его сразу не отдали. Сказали, что они обязательно будут его вскрывать комиссионно. Изъяли протоколы вскрытия. В общем, изъяли всю документацию. Несмотря на то, что отец лежал в общей палате, и было масса свидетелей. И я так думаю, что по сей день историю болезни туда не вернули. Я неоднократно видела ее в Ленинской прокуратуре в сейфе у прокурора. Почему-то он эту историю болезни хранил в сейфе. И когда возбудили уголовное дело на меня по статье 105-й часть 2-я, а значит умышленное убийство, якобы мы пытались убить собственного отца. Это было настолько абсурдно, что у меня практически до сих пор это еще вообще не укладывается в голове, и как можно было это все сделать. И когда я смотрела это дело, значит в начале этого дела была история болезни подшита, были все документы о смерти, были заключения о патологоанатомах, экспертизы и так далее, которые подтверждали все это. А дальше якобы на основании показаний пьяного соседа, тоже пенсионера, который после смерти якобы видел моего папу живым, они его просто делали вид, что два года искали. Хотя знали, где он похоронен и все. Но они просто, видимо, пытались взять нас на испуг, и вот прессовали, терроризировали меня и моего сына. Очень часто по ночам они забирали нас, Ленинский УВД, по ночам меня и несовершеннолетнего ребенка допрашивали до утра. Адвокатов я нанимала. В общем, творили, что хотели. Вот так. А за это время, конечно же, они нашу квартиру продали, или как и передали совершенному лицу, которое не имеет к ветеранскому дому никакого отношения. В общем, весь дом ветеранский, который с такой помпезностью и с такой торжественностью готовился к сдаче, был буквально продан с молотка и заселен совершенно посторонними людьми. Никто туда не попал, потому что это был элитный дом улучшенной планировки. Вот так трагически окончилась эта история. Я, конечно, очень сильно переживала. У меня было много проблем на тот момент жизненных. И как-то квартирным вопросом заниматься у меня просто морально не было сил. Я думала, что со временем это как-то все образумится, уладится. И, возможно, я найду в себе силы как-то этот вопрос решить. Но я ошибалась. Дело в том, что, видимо, я для них становилась опасным свидетелем или каким-то неугодным человеком. И поэтому, чем дальше время шло, тем больше терроризировали меня. Меня и моего сына. Конечно, в основном меня. Все это сводилось к тому, что меня просто постарались постоянно дискредитировать. Приходили ко мне на работу в училище Олимпийского резерва. Подбрасывали анонимные газетные статейки. Причем одна из них так и называлась. Отца-убийца или мошенница. Автор неизвестен. Статья никем не подписана. Имя, отчество, фамилия не указаны. Вот анонимная статья на анонимного человека. Но почему-то эти статьи все распространялись среди моих знакомых, сотрудников. Директору на стол положили такую статью. Маме моей отправили в Киргизию и так далее. То есть дискредитировали как могли. И чем дальше, тем больше. И вот, видимо, может быть, надо было с ними как-то бороться. А я занималась другими делами. И поэтому, может быть, поэтому случилось то, что случилось сейчас со мной и с моей семьей. После всего этого я стала замечать пристальное внимание к себе сотрудников полиции Ленинского ООД города Ставрополя. Я никогда там практически не была. Сотрудники там без конца менялись. Приходили молодые. Но во время массовой гулянии или когда они стояли в отцеплении, то почему-то они все поворачивались ко мне, замечая меня. Все переглядывались, переговаривались. То есть я сделала вывод, что все сотрудники практически знали меня в лицо. Мне было это очень странно. Откуда и почему они меня знали. Видимо, какое-то было указание и какую-то они проводили работу в отношении меня. Ну вот, свело все это к тому, что в 2009 году, в апреле месяце, я вынуждена была подать заявление в Ленинский ООД города Ставрополя о ненадлежащем поведении квартиранта в соседней квартире. Там жили квартиранты, которые на замечание не реагировали, не спали по ночам, шумели и буквально не давали спать всему подъезду. Я обратилась в полицию. Полиция отказалась выезжать на вызов. Я тогда пошла, написала заявление. Дежурные у меня отказались его принять. Сказали, принесите понедельник в канцелярию. Я принесла в канцелярию. Сотрудница канцелярии Вера Карасева взяла мое заявление и пошла к руководителю Ленинского ООД Евгению Андреевичу Нулькину. Значит, вернулась оттуда и сказала, что она не может у меня принять мое заявление. Когда я удивилась и попросила ее зарегистрировать, она сказала, что она не хочет потерять работу. Тогда я взяла это заявление и отнесла в прокуратуру края. Прокуратура провела прокурорскую проверку. И в апреле месяца 2009 года направила материал проверки в межрайонный следственный комитет для возбуждения уголовного отдела на сотрудников полиции, вернее, на сотрудников Ленинского ООД, не принявших у меня заявление. Следователь Алексеев, которому была поручена проверка по этому заявлению, или что там, я не знаю, он тут же сделал отказной материал. Причем меня при этом даже не опрашивали и не вызывали. Возбуждение уголовного дела было отказано. Впоследствии это отменялось, постановление, но по настоящее время, несмотря на то, что я прошу все-таки разобраться в этом, никто разбираться не хочет. Наше совместное с Шаровой Ольгой Константиновной заявление от 29 января 2014 года ГРСК-61-80-14, которое было зарегистрировано в Следственном комитете Российской Федерации в Москве и направлено в Ставрополь для рассмотрения, в межрайонном отделе следственном, которым руководит Телятников, до настоящего времени упорно не рассматривается. Что делает Телятников? Он достает из архива мое личное заявление по поводу квартирантов за 2009 год и приобщает наше совместное заявление по преступлениям, о преступлениях, приобщает к этому архивному материалу, которые друг к другу не относятся и имеют лишь косвенное отношение. То есть, чтобы не рассматривать. Вот полтора года мы с Ольгой Константиновной бьемся, чтобы в конце концов наши зарегистрированные заявления надлежащим образом рассмотрели, но в Следственном комитете это делать упорно отказываются. Мы неоднократно уже добились приема, чтобы нас принял руководитель Следственного управления по Ставропольскому краю Дубровин Сергей Васильевич, не желавший нас ранее принимать. Дубровин Сергей Васильевич пообещал разобраться, рассмотреть. Последний раз мы у него были в конце апреля, он тоже пообещал рассмотреть, но после этого начались трагические события, а заявление так и остается не рассмотренным. То есть, получается, что нас просто обманывают. Полтора года они рассматривают наше совместное заявление о преступлениях по отношению к брату Ольге Константиновне, Шарову Константину Константиновичу, который внезапно буквально на днях умер и был похоронен, и к моему отцу, который тоже умер и тоже похоронен. Вопросы не решаются, заявление не рассматривается. Надо сказать, что по отношению к ветеранам у нас власть в городе немножко двулично себя ведет. С одной стороны, помпезно и торжественно объявляют, что они заботятся о ветеранах, что о их благе. Но с другой стороны, транспорт, который был положен ветеранам, расхищался, присваивался, и мало кто из ветеранов получил обещанные автомобили, в том числе и мой отец. Квартиры точно так же уводят не по назначению, и редко кто из ветеранов получает заслуженное жилье. Получается, что мой отец, который воевал на Втором Белорусском фронте, прошел битву под Кенигсбергом, был ранен, контужен, дошел до Берлина, служил адъютантом у Жукова, всю жизнь служил в авиации, который ничего не боялся, был очень смелым, решительным, умным человеком. Получается, что свою последнюю битву за эти квадратные метры папа просто проиграл, потому что был уже не в том возрасте, и не те люди его окружали. Но на этом дело не закончилось. К сожалению, после всего этого я попала под пристальное внимание сотрудников правоохранительной структуры, в частности Ленинского бывшего УОД и города Ставрополя, которые стали проявлять ко мне повышенный интерес. Следили буквально за каждым шагом. Я сначала не понимала, что это такое и кому я интересна, так как я никогда преступлений не совершала, ничем преступным не занималась, работала в школе, работала всю жизнь с детьми, преподавала литературу, но и мне было непонятно, почему вдруг ко мне такое повышенное внимание. Со временем всё как бы стало на свои места, и я теперь понимаю, в чём дело. Значит, с некоторых пор после этого я стала замечать, что у меня понемногу стали пропадать личные вещи. Допустим, исчезать фотографии из альбомов, некоторые фотографии, исчезать какие-то, и стали исчезать какие-то документы, стали потихоньку исчезать мои личные вещи, понемногу так, поначалу. И я так понимала, что в наше отсутствие, значит, кто-то посещает нашу квартиру. Но, опять же, я не понимала, в чём дело и кому это надо. Со временем, как говорят, аппетит приходит во время еды, дальше больше. То есть замки, мы пытались с сыном менять замки на самые сложные, замки не помогали. Те замки, которые мы вытаскивали, странным образом из нашей квартиры исчезали, а с ними исчезали наши личные вещи и документы. Я понимаю так, что, конечно, лазить стали за документами. Исчезали письма, исчезали заявления, кое-какие-то документы. Но, пользуясь полной безнаказанностью, брали пакеты у меня же дома, складывали мои личные вещи в эти пакеты и просто пакетами при каждом посещении стали выносить. И так на протяжении ряда лета, причём очень длительное время. Постепенно, значит, у меня из квартиры исчезли практически все вещи, какие я покупала, покупаю, какие у меня были. А было очень много вещей, потому что я жила не бедно, я работала за границей, и у меня был полный достаток на тот момент в семье. Сейчас практически у меня всю квартиру уничтожили излучателями. Вещи мои все повынесли. Ну, теперь вот уничтожают меня саму. Видимо, они решили, что им позволено всё распоряжаться чужими имуществами, чужими жизнями. Значит, я пыталась, конечно, была защищать свои права, законные права, всеми доступными законными способами, но, к сожалению, это не приносило никаких результатов. И вот мы познакомились не так давно с Ольгой Константиновной Шаровой, у которой оказалась аналогичная ситуация. Я попала в такую ситуацию, решая жилищную проблему своей семьи, своего отца-ветерана, а Ольга Константиновна попала в эту ситуацию, решая жилищную проблему своего брата родного, вынужденного переселенца из Чечни, которого тоже обманули на жилищном сертификации и присвоили деньги. Поэтому как бы вот у нас появилась аналогия. Потом мы стали замечать, что методы и действия были аналогичными. То есть посещают наше отсутствие, посещают наши квартиры, исчезают вещи, документы, деньги и так далее. И берут все, что им хочется. А с нами, в принципе, даже никак не считается. Мы, конечно же, не могли с этим мириться и обращались в органы МВД с заявлениями о квартирных проникновениях и кражах. На протяжении нескольких лет эти заявления абсолютно не рассматриваются. Вернее, они дают отписки, что заявление рассмотрено, факты не подтвердились, стандартные. Хотя нас ни разу никто не вызывал, не опрашивал, ни одной надлежащей проверки не проводилось. И просто формальные отписки давались и даются. Значит, наши заявления МВД, ОВД, Следственный комитет, ФСБ странным образом не хотят рассматривать. Но теперь мы понимаем, что, видимо, они рассматриваются это все потому, что здесь замешаны сотрудники правоохранительных органов. Очень часто они стали мелькать в поле нашего зрения. Значит, после злополученной вот этой проверки, так называемой прокурорской, по моему заявлению, за 2009 год, сотрудники Ленинского ОВД стали меня прессовать. Причем несколько лет они постоянно этим занимались. Регулярно с 19 часов вечера до 11 ночи около моего подъезда дежурили машины сотрудников Ленинского ОВД. Один из них продолжает работать сейчас в своей должности. Другие как бы тоже периодически появлялись. То есть мы стали замечать, что этим занимаются сотрудники полиции. В 2010 году, в начале 2011 года, когда Ставропольский краевой ОВД возглавлял Горовой Александр Владимирович, была проведена реформа МВД, и милиция была переименована в полицию. В это же время появляется управление Организацией охраны и общественного порядка, так называемые ООПы, сформированные из бывших участковых. Чем они занимаются по сей день, никто не знает. Какие у них должностные обязанности, трудно тоже понять. Но штаты были большие первоначально. И все наши заявления по поводу квартирных краж, проникновений или каких-то посторонних воздействий, все время попадали именно к сотрудникам этих ООПов. Мои заявления все время отписывали сотрудницы ООПа участковой Томи Эльбери Менглебеевне, которая у нее утруждалась проверками, со мной общаться отказывалась, просто списывала их в номенкулатурное дело, а мне давала стандартные отписки. У Ольги Константиновны все заявления попадали к такому же участковому жабрину. Когда я, видя, что здесь ничего невозможно добиться, стала обращаться уже в Москву, Александр Владимирович Горовой, который к тому времени уже стал первым замом Колокольцева, лично отписывал все мои заявления в ООП на Житный-16. И тоже был исполнитель один и тот же, Самсонкин, который тоже тянул время и, видимо, списывали все эти заявления в архив. Таким образом, заявления много лет не рассматривались и результаты никакого не приносили. Но дальше больше. Вот где-то с 2012 года мы стали, и я, и Ольга Константиновна, почему-то в одно и то же время заметили воздействие каким-то непонятным видом то ли излучений, то ли электротоков. В общем, мы стали обращать внимание, что мы просыпаемся с какими-то уколами на теле, с какими-то ожогами. Идет очень сильное электромагнитное поле, стены буквально нагреваются, и мы тоже, и так далее. И с головной болью. Я, например, по ночам неоднократно просыпалась от резкой головной боли, пульсирующей. Но стоило мне поменять место положения, эта головная боль тут же самостоятельно исчезала, проходила, что вообще-то редко было, так практически не бывает. Но мы, конечно, пытались найти этому объяснение, как-то противостоять, но постепенно менялись воздействия на нас. Если поначалу было электромагнитное излучение, то, значит, потом применялись другие виды излучений, и в конце концов, видя, что мы пытаемся как-то уйти и защититься от этого, стали применять лазер. Лазерное поле и различные лазерные излучения. На сегодняшний момент, значит, идет воздействие, в основном, от квартирантов, квартиры, расположенных над нашими. Там, как правило, живут квартиранты, живут недолго, их без конца меняют, довольно безграмотные, но они по ночам не спят, нигде не работают, и таскают какие-то тяжелые предметы днем и ночью, причем устанавливают их постоянно над нашими головами. И ощущаются на какое-то нагревание и всякие непонятные, неприятные вещи. Мы обращались неоднократно по этим вопросам в МВД, просили провести проверки смешанных квартир на предмет наличия посторонних, значит, предметов и воздействия, но, к сожалению, нас не предупреждали об этих проверках, а квартиранты заранее были предупреждены. И в так называемый день проверки, формальной, конечно, проверки, они наводили порядок или просто уходили из дома и не открывали никому дверь. То есть проверки проводились чисто формально. Когда мы, устав от всего этого, обратились с просьбой дать нам ознакомиться с материалами таких проверок, то нам сказали, что без разрешения генерала Олдака Александра Григорьевича, начальника управления МВД РФ ПСК, они нам якобы дать не могут, хотя это является нарушением существующих законодательств и наших прав. Тогда мы пошли на прием генерала Олдака Александру Григорьевичу, попросили дать разрешение для ознакомления с материалами проверок по нашим заявлениям. На что тут удивленно ответил, а зачем вам все это? И разрешение не дал. По сей день нас с материалами проверок не знакомят, описки получаем формальные, и на ситуацию никто не обращает просто никакого внимания. Тогда мы, видя все это, обратились уже в Следственный комитет, в Следственный комитет России, написав заявление на имя Бастрыкина Александра Ивановича, которое было зарегистрировано за номером ГАИРСК 61-80-14. К сожалению, как я сказала, до настоящего времени и это заявление упорно не рассматривается. Причем выносится постановление об отказе от того нелепые, циничные, что просто делу даешься, которые, конечно, отменяются, потом их заново переписывают, какие-то дополнения вносят, опять отменяют, и так вот уже, которые нас просто пустили по кругу. На приемах сам руководитель Следственного управления по Ставропольскому краю, Дубровин Сергей Васильевич, неоднократно обещал нам разобраться в этой ситуации и навести порядок, и рассмотреть объективно наше заявление. До настоящего времени этого ничего не сделано. Последний раз, по указанию Бастрыкина, он принял нас в конце апреля месяца и сказал, что 5 мая мы будем предметно разговаривать, и что это заявление нельзя рассматривать в совокупности с материалом за 2009 год. Но до настоящего времени никто нас не вызывал, никто ничего не рассматривал. Внезапно, 9 мая, умирает брат Ольги Константиновны, за права которого она билась, Шарук Константин Константинович. И, видимо, делается это не случайно, так как говорят, нет человека, нет проблем. И в этот же самый момент, в это же самое время организуют провокационные десанты в мою квартиру. Значит, приходят большие группы людей, укомплектованные сотрудников администрации, там, органов соцзащиты, домоуправления, полиции и так далее. С какой целью они приходили, я не знаю, но они, пригласив двух понятых, пытались повторно выломать мои двери. Надо сказать, что в декабре 2013 года я собиралась ехать на прием к руководителю ОСБ России Макарову Александру Ивановичу, прием у которого, как мне сказали, по графику должен был быть 31 декабря 2013 года, причем он его не отменял. То у меня предварительно украли паспорт, и когда я его восстановила, в момент, когда я находилась в паспортном столе, пришла большая группа сотрудников МЧС и полиции, и очень грубо выломали двойные двери моей квартиры и уничтожили пять дорогостоящих замков. Проникли ко мне в квартиру, испортили сантехнику, канализационную систему, устроили погром, исчезли некоторые вещи, деньги. О чем сотрудник штаба МВД РФП «Эскалатыш» составил рапорт, направил его Нуйкину в отдел полиции по городу Ставрополь, но в ВОЗ, как говорится, и ныне там. Нуйкин, конечно, эти материалы упорно не хочет рассматривать. Один из сотрудников службы спасения мне прямо сказал, что это было указание Нуйкина. Нуйкин дал указание дежурному Щербинскому майору полиции, а дежурный Щербинский отправил ко мне наряд, который выполнил все эти указания. До настоящего времени полиция отказывается признать свою вину и компенсировать ущерб, нанесенный мне. А мне заявляют, что идите в суд и в судебном порядке добивайтесь справедливости. Добровольно они компенсировать, устранять нарушения не хотят. Ага, теперь, значит, вот последний раз в мае месяца этого года была повторно сделана попытка, но уже как бы там были участковые и администрация повторно вскрыть мои двери. То есть теперь полиция привлекла соседей, которые на них работают, и которые с ними, как вы, видимо, в сговоре привлекают в качестве свидетелей. То есть тех людей, чьи квартиры мы просим проверить на наличие посторонних предметов и излучений, они как бы из подозреваемых делают свидетелями, причем свидетелями, направленными против нас и опасными для нас, которые просто занимаются клеветой. Они говорят и заявляют и пишут, что я и Ольга Константиновна ведем себя неадекватно, не совсем адекватно, там переводят какие-то умозаключения в качестве примеров и так далее, причем издевательские, такие глупые, циничные. Полиция, несмотря на это, не обращает на это никакого внимания и выдает все это за правду, как бы присваивая это геройство себе. И после того, как попытка вскрыть повторную мою квартиру закончилась ничем, ко мне пришли две сотрудницы психоневрологического диспансера и потребовали, чтобы я прошла добровольное свидетельство о психоневрологическом диспансере обследования, на что я, конечно, не согласилась. И тогда врач психоневрологического диспансера Давидян Светлана Армольевна, по-моему, написала письмо на имя судьи Гопоевой в Ленинский районный суд с требованием поместить меня на принудительное осветительствование в психоневрологический диспансер и дать разрешение на вскрытие моих входных дверей. На сегодняшний момент данное письмо этого врача-психиатра, подписанное якобы главным врачом Боевым, Олегом Игоревичем, хотя я вот с Боевым по телефону недавно разговаривала, он сказал, что он не в курсе, он этого не знает и не подписывал. На этом письме подпись действительно неразборчива, там стоят вместо подписи какие-то черточки, и кому принадлежит эта подпись, то ли главврачу, то ли его заму, то ли самой Давидян, непонятно, чья это подпись. Но тем не менее, вот почему-то судья, значит, приняла такое заявление к рассмотрению. Там также есть какое-то заявление от бывшего участкового на моем участке, который уже несколько лет у нас не работает, от бывшего начальника ОП1, который тоже несколько лет уже не работает. Но почему-то вот достали такое заявление за 2012 год и приобщили в суд, значит, как бы для пущей убедительности. Скачали с сайта muscomaka.org, значит, статью «Рейдерский захват квартир с помощью психотронного оружия». И в качестве доказательства моей неадекватности и неменяемости они тоже присовокупили эту статью туда же. Ну, и вот уже соседи, значит, которые почему-то со мной всю жизнь прожили мирно, не ссорясь, ничего. Как бы у нас были всю жизнь хорошие отношения, я здесь живу уже около 40 лет. Вдруг ни с того ни с сего начали, значит, меня обвинять во всех там существующих и несуществующих грехах, приписывая мне всевозможные там домыслы и какие-то утверждения. Я считаю это все полной клеветой. Явно идет заказ, причем заказ идет на отъем моего жилья. Этот случай, эта попытка, вернее, была проделана, значит, коллективно в прошлом году. 24 мая прошлого года мы с Шаровой Ольгой Константиновной побывали в следственном управлении по Ставропольскому краю, где принимал заместитель Бастрыкина и Столин генерал Алексей Федорович. Мы, побывав у него на приеме, вечером уже, уходя оттуда, значит, заметили, что за нами установилось наружное наблюдение. Когда мы стали подходить в центре города к кафе, вернее, выходили уже из этого кафе, там приехала женщина в белой Тойоте в милицейской форме, наблюдали за нами три машины у входа, а когда мы, повернувшись с ним спиной, уходили из кафе, то за нашей спиной в воздух раздались несколько выстрелов. Когда я стала подходить после этого к своему дому, так как был дождь, было темно, и на улицах практически никого не было, то, подойдя к своему дому, за моей спиной тоже стали раздаваться очень частые выстрелы. Мы говорили о том, что с целью нас запугать, нас обстреляли, мы написали заявление в следственные комитеты и в полицию, которые были зарегистрированы по КУСП, чтобы провели проверку, но до настоящего времени никакой проверки не было, и ответа мы не получили. Но пошла совсем другая негативная реакция. После нашего такого заявления на меня вышли сотрудники городской администрации, сотрудники соцзащиты, которые подчиняются городской администрации, попытались меня оклеветать всячески и поместить в ПНД. В июне прошлого года, в начале июня прошлого года, соцзащита, вместо того, чтобы оказать мне материальную и посильную помощь, написала письмо, что они мне якобы предлагали всякие виды помощи, но я от всего отказалась, и просят меня осветительствовать в ПНД. Я обратилась в ПНД с письменным заявлением, на что получила ответ от заведующей отделением о том, что у них нет оснований меня осветительствовать, и мне была выдана справка о том, что я к ним никогда не обращалась, не лечилась и на учете в них не состою. После этого внезапно убивают моего брата. Ночью в постели погибает мой брат. И мне присылает Ленинская администрация письмо, что они намерены через суд с торгов продать моё единственное жильё. Видимо, у них как раз и был такой план, что пытались меня поместить в психбольницу на обследование, и в это время с торгов продать без меня мою квартиру. Но в прошлом году у них этот план сорвался. Значит, сегодня, в этом году, они сделали вторую аналогичную такую же попытку. То есть пришла вот эта группа из администрации, которая требовала вскрыть мои двери, значит, отобрать у меня квартиру, вот, и принудительно направить у меня психоневрологический диспансер на обследование, хотя по закону это запрещено. То есть вот под таким благовидным предлогом оказания мне какой-то якобы помощи, они, тем не менее, не оставляют надежды произвести отбор моей квартиры. Перед этим, незадолго перед их посещением, у меня из квартиры исчезли все провосстанавливающие документы на собственность моей квартиры. То есть и домовая книга, свидетельство о приватизации и другие документы по квартире. То есть вот у нас есть. Сейчас у меня на руках практически ничего нет. Но есть фабрикованный материал у судьи Гопоевой Тамары Магомедовны, по которому они готовят принудительно, насильно поместить меня на обследование. Не случайно я оговариваюсь, потому что принудительно, я так понимаю, могут поместить псевдиспансер больного человека, то есть тому, которому необходимо какое-то лечение и какая-то помощь. Я никогда, значит, никаких проявлений таких психических отклонений не имела, не наблюдала, не замечала, ничего противозаконного не делала, веду себя вполне грамотно, культурно. И с чего вдруг у них такое появилось желание, мне просто непонятно. Но желание у них очень большое. Явно здесь чувствуется чья-то направляющая рука и чьи-то угрозы. От чьей-то угрозы я могу только догадываться. Скорее всего, это тот человек, который 3 срока, то есть 12 лет мэрствовал в городе, на которого заводились уголовные дела за нецеленаправленное расхищение бюджетных средств, и который с целью уйти от этих уголовных дел, значит, сейчас у нас находится в Краевой депутатской думе и распоряжается бюджетом уже края. Это Михаил Владимирович Кузьмин, все тот же, который распродал ветеранский дом. Я понимаю, что ему очень неуютно, видимо, живется в Ставрополь, и знаю, что такие люди, как я, допустим, еще как бы что-то пытаются сделать и отстоять от справедливости и права себя своей и своей семье. Значит, очень интересный факт, и я думаю, тут есть причина, следственная связь произошла в последнее время, после моего обращения на телефон доверия МВД России на бездействие должностных лиц руководителей сотрудников полиции, руководителей полиции края и города, то есть Александра Григорьевича Олдока, Краевой начальник, и руководитель полиции города это Нукин Евгений Андреевич. Значит, я обжаловала их действия, то есть без действия и попросила как-то на них повлиять. Из Москвы пришел рапорт нарушению 59-го федерального закона. Рапорт был направлен тому, чьи действия я обжаловала. Естественно, они сами на себя рассматривать мою жалобу не могли и отправили в ОП-1 по моему месту жительства под Колзину. Под Колзин заявил, что это не его компетенция и отправил Каве руководителю полиции края. В это время загорается кабинет депутата Насонова в Доме правительства. Пожарные приехали через полтора часа. 250 тонн кубометров воды вместо реагентов и пены они обрушили на ниже расположенный кабинет Кузьмина Михаила Владимировича. Это произошло 31 марта, а уже 1 апреля генерал Олдак Александр Григорьевич, начальник ГОИ МВД РФПСК, ушел в отпуск внезапно. Это было же самое время, уходит в отпуск Добровин, руководитель следственного управления, и уезжает из края Михаил Владимирович Кузьмин. Что это было, я не знаю, но, видимо, какая-то причинная следственная связь в этом есть. И с того момента вот на меня опять оказывается давление. Я так думаю, что это заказ, заказ должностных лиц, причем действующих дружно, коррумпированно, по дискредитации меня прежде всего и по отъему моего единственного жилья. То есть целью просто расправиться со мной и моей семьей. Значит, в отношении так называемых воздействий. Я пыталась во всем в этом разобраться, я уже говорила, что, значит, применялись разные виды излучений, чтобы определить, что это такое, мы обращались в Роспотребнадзор, который компетентный в этом разобраться. Но там с нами обращались довольно скептически, вот, чуть ли не объявляли несумасшедшими и, естественно, проводить необходимые проверки просто категорически отказывались. Поэтому мы, Ольга Константиновна, в частности, вынуждены были обращаться к детективам. У Ольги Константиновны есть детективное заключение о том, что, значит, в стенах, смешанных с нашими квартир, имеются замурованные предметы, направленные на наши квартиры. У меня, например, с соседней 55-й квартиры очень долгое время шел очень сильный электромагнитный фон в определенных местах. Вот, сверху то же самое идет, там, где живут квартиранты, а снизу просто работали лазером. Значит, так называемый зять, видимо, я не знаю, бывшей хозяйки квартиры, ниже расположенной квартиры, вот он последний год там проживал, по ночам они с его женой, с дочерью не спали, у них постоянно горел свет, там было шумно, он постоянно с кем-то общался по компьютеру, по телефону, таскал какие-то тяжелые предметы, подставлял их к потолку, особенно там, где я находилась, мне пекло ноги, всевозможные воздействия оказывались, и в результате чего пол, линолеум, вернее, на полу, у меня просто покрылся темными пятнами. То есть, вот практически вся моя квартира, несмотря на то, что там, допустим, не было в последнее время надлежащего ремонта, но она была совершенно в хорошем состоянии, я постоянно делала косметические ремонт, у меня была ухоженная, чистая квартира, то сейчас она практически вся приведена в негодность. От постоянных излучений отваливаются дверки, рассыхается мебель, осыпается кафель на стенах, осыпается, отваливаются обои, осыпется штукатурка, появляются полосы, пятна на полу, на потолке, стекло, допустим, двойное стекло кухонного окна, оно имеет в одном месте, допустим, в одном и том же месте мутные пятна, то есть такое ощущение, что даже стекла не выдерживают постоянного нагревания, не говоря уже обо мне. Вот у меня, например, вот за последнее время, за последний год очень сильно изменилась внешность. Значит, что происходит? Происходит то, что во время сна, когда человек засыпает, видимо, просто кто-то то ли тренируется, то ли выполняет какой-то заказ работы над внешностью. Я так понимаю, что в наше время уже существуют какие-то определенные новые технологии, которые позволяют это делать. В городе Ставрополь давно уже идет слух о том, что хотят открыть очень крупный косметический центр, который бы занимался внешностью человека, то есть зарабатыванием денег. И, видимо, чтобы набраться опыта, так сказать, и сноровки, вот работают над такими, вернее, набираются опыта над таких, как мы. На Западе это делается на добровольцах, причем этим добровольцам хорошо за это платят. У нас же, видимо, деньги не хотят платить и отрабатывают вот на таких неугодных. Значит, работают с костями, с суставами, деформируют кости, сдвигаются своих мест, деформируют кожу, деформируют подкожный слой, убавляют, прибавляют. Вот в моем случае, допустим, вот у меня на лице уже не осталось практически ни одного живого места, применяются какие-то химические кристаллы. Причем эти кристаллы на клеевой основе. Они вкалываются под верхний тонкий слой кожи, причем без всяких кровоподтеков и синяков, а там они затвердевают, превращаются в очень твердую субстанцию, которую практически невозможно удалить. И при помощи вот такой вот субстанции просто пытаются, допустим, изменить какие-то черты или формы. Но вот с носом у меня же работает несколько лет, пытались изменить крылья носа, там, переносицу и так далее. Допустим, овал лица пытались изменить, выдавая, придавая, ну, как бы, эффекты старения, морщины какие-то пытались сделать при помощи этих клеевых кристаллов и так далее. То есть эти кристаллы они используют не только на лице, но и по всему телу, туда, где им интересно. Вот, это, конечно, не безболезненно, это, конечно, уродливо и это противоестественно, но никак защититься от этого мы не в состоянии. Полиция бездействует, медики бездействуют, мало того, они просто обвиняют человека, называют его ненормальным и так далее. И просто применяют репетивную психиатрию. Поэтому обращаться куда-либо можно сделать, либо вот, что бесполезно, а жить в таком положении, в таком состоянии тоже невыносимо. Вот, кроме того, излучения, которые они применяют, допустим, на ноги, очень часто и постоянно, практически ночью, они начинают с поясницей, очень сильно прогревают поясницу, деформируют поясничные вот эти отделы костные, вот, ноги очень сильно жгут, там тоже деформации всякие вызывают и так далее. Поэтому просто невыносимо. Бывает, утром невозможно наступить на ноги, ноги не слушаются, шатают, ноги не держат и так далее. То есть это очень мучительно, это очень жестоко и в принципе, я думаю, в концлагере, конечно, которые люди прошли в свое время, было очень тяжело, но то, что мы испытываем сегодня на себе по ночам, это еще тяжелее, потому что это мучительно, долго, мучительно, больно, мучительно, унизительно и ощущаешь полную безысходность от того, что вокруг столько людей, хороших людей, добрых людей и никто не в силах ничем помочь. И что из тебя, из грамотного, умного человека пытаются сделать просто, ну, какое-то животное для опыта, это тоже, ну, просто невыносимо, вот это как-то в голове не укладывается. Значит, я самостоятельно пыталась как-то определить, что происходит в моей квартире. Я покупала необходимые приборы, которые продаются в магазинах и на рынке и этими приборами делала различные измерения. Значит, в моей квартире неестественно повышенный электромагнитный фон идет с потолка. Причем я поднималась, я живу на втором этаже, я поднималась на третий этаж, на выше расположенную квартиру номер 60. Там тоже повышенный электромагнитный фон как на потолке, так и на полу. Но при обесточивании этой квартиры фон у меня пропадал. Оставался фон в этой квартире на потолке. То есть получается, что в 64-й квартире на четвертом этаже, где живут тоже все время квартиранты и никогда не жили хозяева, там тоже идет какой-то электромагнитный фон. Кроме того, выше расположена над ними квартира на пятом этаже, очень часто жаловалась, что их бьют током. Допустим, дочь хозяйки той квартиры однажды, принимая ванну, просто не смогла из нее вылезти, ее очень сильно било током. То есть хозяйка тоже жалуется, вот с проводкой у нас что-то произошло. Значит, то, что там идет видеонаблюдение за подъездом, за моей площадкой, за моей квартирой, я неоднократно замечала. Причем однажды, когда у нас погас свет в подъезде, то два сотрудника в три часа ночи прибежали и тут же восстановили в пустой квартире нарушенную электропроводку. Однажды, не выдержав, я заметила, что надо мной в квартире появилась новая квартирантка, в которой в гости ходила Дорчук Оксана из квартиры 57-й. Они по вечерам все время сидели в комнате, чем-то занимались, долго беседовали и в это время шло непомерно сильное электромагнитное излучение, просто находиться в квартире не было сил. Тогда я поднялась к ним в квартиру, постучала и попросила сделать осмотр и объяснила это тем, что у меня непонятно, что-то происходит в квартире, чего раньше никогда не было. Девочки мне разрешили, я посмотрела, конечно, все там вроде бы с виду было нормально, глазом это все не определишь. И когда я стала выходить, я решила заглянуть в ванну. Это для них явилось полной неожиданностью. Они очень дернулись, изменились в лице и чуть ли не бросились на меня. В ванне я увидела тяжелый предмет, конусообразной формы, около полуметра высотой, очень тяжелый, видимо, свинцовый какой-то. И от него шел очень толстый, длинный, тяжелый шнур. Рядом лежала тяжелая прорезиненная накидка. Я так подумала и догадываюсь, что это как раз тот предмет, который квартиранты этой квартиры все время упорно носят по ночам. Причем, если я меняю местоположение, они его перетаскивают, очень сильно мокают этим предметом по полу, по потолку. И на меня опять продолжаются всевозможные виды излучений. То есть, вот я так думаю, что это был излучатель. Кроме этого, естественно, прежде чем открыть дверь, они, видимо, постарались убрать с экрана телевизора то, чем они занимались. Но когда я зашла на экране телевизора, был голубой экран и вверху, в левом углу стояла надпись специальный канал. Что это такое? И я думаю, что это связано тем, что, значит, 15-е ЖУК-15, которая захватила подвал нашего дома и расположена в подвале нашего дома, с некоторых пор почему-то стала проводить всевозможные провода в подъезды. Наш подъезд почему-то у них под особым вниманием. Все стены буквально увешаны проводами различными. Они нам объясняют это тем, что каждый раз проводят интернет в чьи-то квартиры. В некоторые квартиры идет по два и по три таких провода. Что это за интернет, непонятно. И я так догадываюсь, что это как раз имеет отношение к такому излучению и к такому наблюдению. Скорее всего, это видео-аудио наблюдения за живущими квартирами и нужными им людьми. Это, видимо, еще какие-то методы воздействия. Например, у меня на кухне очень часто в последнее время стали проводить различные манипуляции с газовой трубой. Газовая труба, газовые плиты в моей квартире выходят из соседней квартиры смежной 57-й, где живет Дорчук Оксана и ее мама Тамара Федоровна. И сначала чем-то стукают, труба газовая начинает дрожать, а затем идет какое-то воздействие. Видимо, бросают на газовую трубу. А кроме того, в этой квартире 57-й находится стояк на 10 квартир. В том числе от этого стояка идет подающая воду в мою квартиру труба водопроводная. С некоторых пор, не так давно, после нескольких неудачных попыток отрезать водоотвод в мою квартиру и оставить меня без воды. При помощи сотрудников ЖУ-15 там были сделаны какие-то манипуляции. Я так полагаю, что был вставлен клочок трубы, которую они вырезали, и с двух сторон там торчат какие-то прокладки. То ли там эти прокладки, то ли они в вентиль, который мне меняли на моей водопроводной трубе. То есть с некоторых пор вода приобретает тухлый запах. И почему-то когда я, если я что-то начинаю делать в ванне, то Дорчук Оксана тут же спешно бежит в туалет и начинает экстренно смывать бачком. И вот по мере смыва этого бачка каким-то образом канализационные стоки попадают в мою водопроводную трубу. Отсюда вот такой тухлый запах, отсюда всевозможные примеси, практически этой водой пользоваться стало невозможно. Кроме того, в Тауляте у Дорчука Оксаны находится какой-то выключатель распылителя химии в моей квартире. Когда я задыхаюсь, начинаю проветривать квартиру, открываю входную дверь, она тут же заходит в туалет или около туалета и выключает, щелкает выключателем, после чего распыление прекращается. В выше расположенной квартире 60 в свое время сверлили на полу какие-то отверстия. Вот из этих отверстий иногда капают кислотосодержащую жидкость, причем в одних и тех же местах, то есть явно где-то там что-то задействовано и в одних и тех же местах капают очень едкую кислотосодержащую жидкость, которая моментально улетучивается и практически обжигает все и дыхательные пути, и слизистые, и в том числе и слизистый глаз. Вот. Значит, с глазами у меня целенаправленно работают уже длительное время, я понимаю, с чем это связано, так как я человек очень грамотный и грамотно пишу и писала, им это не нравилось, и чтобы выбить меня, так сказать, из борьбы, они мне просто стали жечь глаза. Началось это с того, что вот эта квартирантка, которая дружила с Дорчук Оксаной, как-то вечером, когда я нечаянно заснула с газетой в руках, поработала, значит, я проснулась от жгучей боли в глазах и заметила, что я перестала видеть буквы. С той поры эти квартиранты выше расположенной квартиры, дождавшись, когда я усну, начинают нагревать лоб, переносицу и глаза, и постепенно, понемногу его подогревая, значит, выводят из строя зрительный аппарат. То есть, практически у меня с глазами там ничего не осталось как бы в норме. Я обращалась в клинику специализированную, мне сказали, что там и волокна слиплись, и хрусталики помутнели, и все оптические среды резко помутнели. Когда я пыталась сделать УЗИ, глаз мне сказали, что УЗИ сделать невозможно из-за помутнения всех оптических средств. Но если у меня на кухонном окне помутнело кухонное стекло, то глаза, конечно, я думаю, тоже, наверное, будут аналогично реагировать. Кроме того, они испытывают на моем зрительном аппарате новые технологии. Они бросают какие-то цветные туда изображения периодически появляющиеся и исчезающие также внезапно. Они лазер как-то вот тоже бросают в виде блестящих двигающихся чёрных точек, когда им надо выбить меня и чтобы я плохо видела и так далее. То есть, с глазами особенно усиленно работают. Но в ноябре месяце я услышала, как моя соседка, которая тоже работает с ними вместе с аппаратурой, так как её муж Андрей Лукьянцев закончил училище связи, работал связистом в улетном училище и компетентный в этой области, причём неплохой компьютерщик. А когда я на них написала с просьбой проверить и написала в Москву, то Ирина Лукьянцева тоже на празднике на один день вдруг поехала в Москву. Я не знаю с какой целью, но вот такие были странные выезды. Я не думаю, что в жизни что-то происходит случайно, всегда есть причинно-следственная связь, и не зря говорят, что нет, случайности в жизни не бывает, есть просто неосознанные закономерности. Полиция, конечно же, не хочет это не замечать, не реагировать. на сегодняшний день, на сегодняшний день, я так думаю, что вот эти вот ООПы были созданы и укомплектованы именно с какой-то вот определенной целью, потому что то, чем они занимаются, никто не видит, никто не слышит, вообще непонятно, чем занимаются эти подразделения, эти структуры, если в каждом районном отделе полиции есть участковые, есть опорные пункты, которые выполняют свои должностные обязанности. Зачем понадобилось создавать еще одну структуру из участковых, которая непонятно, чем занимается, они по участкам не ходят, они какие-то обязанности участковых не исполняют, тогда какие они участковые, чем они занимаются. Вот это странно, но тем не менее. И вот именно эти подразделения ООПы были созданы в момент реформирования МВД, когда из милиции сделали полицию, появились так называемые ООПы. Причем у нас есть довольно много оснований полагать, что они очень хорошо технически оснащены, их сотрудники тоже и транспортом, и всем остальным, и поэтому можно только догадываться, чем они занимаются. Хотя, когда мы написали депутатам Российской Думы с просьбой все-таки разобраться, чем они занимаются, то произошла замена названий. Сейчас эти структуры из ООПов переименовали что-то по делам несовершеннолетних, я уже не помню как точно, но несмотря вот на это, то есть по нашим жалобам они изменили название. Я думаю, это сделано с целью как бы скрыть свою деятельность и скрыть то, чем они занимаются. Вот у нас такие предположения, что все-таки они имеют непосредственное какое-то отношение к этим приборам. А Александр Владимирович Горовой, я думаю, что он тоже в курсе всего этого. Вот не случайно все заявления наши и мои, и Ольги Константиновны отписываются только в ООПы, и причем никто не реагирует, ни ООПы, ни чиновники, ни должностные лица на них просто никак не реагируют. Но здесь явно идет какой-то заказной характер. заказной характер причем выполняется с применением нового вида оружия, новых разработок новейших технологий. Причем здесь не только задействованы полиции, мы так думаем, но, видимо, и ФСБ тоже здесь немалую роль играет. Видимо, каждому своя роль отведена, в том числе и военным, потому что и я замечала и Ольга Константиновна, что иногда как бы вот нас за нами ездят, с нами работают и люди просто в военной форме. Какие-то структуры этим занимаются. Кроме того, в 2012 году, нет, в 2011 году, Ольга Константиновна слышала, что одна из этих сотрудниц сказала, что наконец-то удалось выбить финансирование и теперь у нас работы будет много. И действительно вот с этого времени, с июля 2011 года, как раз со мной и с Ольгой Константиновной начали массированно применять вот эти излучения. То есть, видимо, у них пошло финансирование, пошли как бы заказы. Вот. Обращаться в нашем государстве просто некому. Куда мы только не обращались ни одной проверки, ни одной реакции надлежащей, только стандартные отписки. Вот. Поэтому вот 9 мая, 9 мая, с одной стороны, было очень приятно, что люди праздновали так трогательно, со слезами на глазах эту победу, а с другой стороны, настолько больно, что мы живем в нормальной мирной стране и что в такой стране имеет место, вот такие имеют место такие преступления, причем они остаются совершенно безнаказанными. Это даже не концлагерь, это даже не фашизм, это нечто более зверское, более унизительное. Вот. И почему сейчас это все, на это все закрывают глаза, это просто остается догадываться. с другой стороны, это все что-то это не что это не Продолжение следует...